Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Анастасия Гулис. И в эту долгожданную пару цветения пионов я бы хотела немножко рассказать о тех неприятностях и каких-то особенно важных моментах, которые подстерегают нас в эту пору. Чаще всего возникает вопрос у любителей, почему не цветет мой пион. Есть несколько причин отсутствия цветения у пионов. Самая распространенная причина у начинающих цветоводов это то, что пион был только посажен в прошлом году. К сожалению, пионы это растение, длительное время произрастающее на одном участке, не любящее пересадок. И поэтому чаще всего деленка, посаженная осенью, весною, летом текущего года, она не цветет обычно. Она зацветает, как правило, только на второй год, поэтому наберитесь терпения и подождите немного. Если же это не ваш случай, если ваши пионы были посажены раньше и по-прежнему не цветут, здесь нас подстерегают две другие опасности. Первое, она чаще всего встречает у любителей, которые еще недостаточно часто высаживали пионы и не знают правильную глубину их посадки, это то, что наш куст посажен слишком мелко и почки возобновления находятся на поверхности практически земли, либо куст заглублен. И, кстати, при заглублении куста чаще всего отсутствует цветение. При слишком мелкой посадке цветение чаще всего отсутствует. При очень сухом лете, при неблагоприятных почвенных условиях, таких как недостаточное плодородие почвы, а если пионы заглублены слишком сильно, у них практически всегда отсутствует цветение. Как определить, что у вас неправильная посадка пиона? Как правило, растение сильно заглубленное, оно имеет достаточно крепкие и высокие побеги, но на них практически никогда не появляются бутонов, то есть побеги высокие и крепкие. Если наше растение посажено слишком мелко, то чаще всего стебли недостаточно развитые, на них небольшое количество листьев, и периодически на ряде стеблей вы увидите бутончики, но эти бутончики будут засыхать, либо они будут раскрываться, не соответствовать сорту. Допустим, если это махровый сорт, они будут показываться полумахровыми, либо даже совсем простыми. Как правило, листья этого пиона здоровые, не имеют видимых пятен каких-то, не имеют видимых следов поражения болезнями и вредителями, то есть листья чистые, блестящие, красивые. Если же на листьях мы видим мокнущие пятна, если мы видим, что бутончик на конце побега появился, но засох, чаще всего это признаки повреждения таким заболеванием, особенно опасным для пионов, это серая гниль или ботритис. Это заболевание чаще всего вызывает отсутствие цветения, и оно наиболее часто повреждает многие современные сорта, сорта из группы гибридных пионов, не молочно-цветовых, а именно гибридных пионов, и прогрессирует это заболевание, особенно сильно при выращивании растений на кислых почвах, при выращивании растений в условиях длительного переувлажнения, то есть если у вас глинистая, тяжелая почва и длительное время стоит вода, могут особенно сильно развиваться серая гниль. И кроме того, это заболевание часто прогрессирует, когда недостаточное питание, то есть это могут быть песчаные кислые почвы, и застойного вроде увлажнения нету, но почвы кислые, не хватает питания, и растения болеют особенно сильно. Что делать с такими пионами? Пересаживать их не надо. Если в случае с неправильной посадкой нам придется все-таки выкопать куст во время благоприятной пересадки и пересадить его на правильную глубину, то в случае с заболеванием серой гнилью у нас есть меры борьбы, причем достаточно простые, ничего тут страшного нету на самом деле. Это прежде всего, когда мы видим, что у нас на листьях, на цветах появились вот эти болезненные мокнущие пятна, которые потом вызывают усыхание листьев и цветочков наших, бутончиков, надо обработать любым медь-содержащим препаратом. Это может быть хом, это может быть медный купорос, это может быть бордовская жидкость, либо любым фунгицидом, предназначенным для борьбы с серой гнилью. У нас чаще всего применяется такой препарат, как Максим, он достаточно эффективен. Кроме того, можно обрабатывать раствором йода. Это, конечно, не очень эффективное средство, но оно все равно снижает степень повреждения растений этим заболеванием. Есть два типа применения йодного раствора. Либо аптечный пузырек йода разводится на 5-литровое ведро воды и опрыскиваются растения, либо вот этот пузырек йода разводится на пол-литра молока и затем доводится до 5-литров водичкой. И также можно обрабатывать растения. Молоко, на самом деле, просто улучшает прилипаемость. Если у вас пионы с особо гладкими и блестящими листьями, то лучше использовать с молоком, чтобы оно не так... Но при этом вид растения, конечно, не так красиво выглядит, но тогда оно более эффективно действует. Кроме того, после цветения и завершения вегетации, то есть тот момент, когда мы видим, что листья наших пионов начинают ближе к осени краснеть, желтеть, в зависимости от того, в каких условиях наши пионы растут, какой это сорт, они изменяют по разному окраску, Мы срезаем полностью листву и обрабатываем любыми доступными нам фунгицидами почву, которая у нас находится вокруг наших пионов. На расстоянии до метра мы обрабатываем фунгицидами. Рано весною, в момент появления пионов, когда мы видим ростки длиной до 5-7 см, мы также обрабатываем фунгицидами, которые направлены на борьбу именно с серой гнилью. Это позволит нам избежать раннего повреждения серой гнилью. Кроме того, если вы знаете, что почва на вашем участке кислая, желательно производить известкование почвы любыми доступными для этого материалами. Это может быть известь, это может быть мел, это может быть доломитовая мука. Существуют на сегодняшний момент, и они есть в широкой продаже, тест-полоски для определения кислотности почвы. Для выращивания пионов оптимально считается почва с кислотностью не ниже 6 единиц. То есть 5,5 это уже довольно кислая почва. Чем меньше значение pH у вас получилось, тем более кислая почва на вашем участке. Если у вас 6, то значит дело не в кислотности, а в каких-то других внешних причинах. Возможно, просто сам сорт сильно повреждает серой гнилью. Кроме того, на отсутствие цветения может повлиять местоположение нашего пиона. Бывает так, что мы сажали пионы изначально на светлом солнечном месте, но наш сад растет. Так же, как и мы, и деревья, и кусты разрослись, и стали затенять наши пионы. И вот в этот момент мы можем заметить, что цветение на наших пионах уменьшилось, а иногда даже и полностью пропало. Но вот в данном случае тут приходится либо обрезать те растения, которые излишне затеняют растения, либо пересаживать наши пионы на более светлое место. Кроме того, отсутствие цветения у пионов может указывать на слишком долгий срок выращивания на одном месте. Если ваш пион сидит на одном участке без пересадки более 15-20 лет, вполне возможно, что он просто уже истощил почву, на которой он растет. Особенно если почва сама по себе недостаточно богатая, не очень плодородная исходно, и не проводится в должном размере подкормки этого растения. Поскольку пионы относятся к одним из наиболее требовательных к питанию цветов. Вот в таком случае тоже, как правило, кусты выкапывают в сроки подходящие для пересадки. Напомню еще раз, что это середина августа до приблизительно начала октября. Это в условиях Беларуси. То есть смотрите по вашим условиям. Но, как правило, это время, когда растения уже уходят в покой. И делятся кусты на более свежие молодые зеленки, рассаживаются на новые участки. В тот момент, когда наши пионы цветут, очень часто нам хочется насладиться цветением, даже когда мы уезжаем со своего участка. Нам хочется забрать с собой частичку этого цветения, срезать букет. Как правильно сделать? Пионы достаточно требовательные растения. И не всегда они положительно реагируют на то, что у них удаляют большую часть листьев. Когда мы срезаем наш пион, обрезается, как правило, участок стебля с тремя-четырьмя листьями, не более. Снизу, в нижней части, у нас должно остаться не менее двух полноценных, нормально развитых листьев. Срезку пионов производят с секаторами. Желательно срезать не такие широко раскрытые цветки. А если это у нас простые или анимоновидные, то цветок должен быть в стадии полуроспуска чаши. Тоже касается и махровых сортов. В таком случае наш букет простоит наиболее длительное время. Надеюсь, что мои советы помогут вам наслаждаться вашими пионами. Если возникают какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Буду рада ответить на них. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова